Во имя Отца и Сына, Святого Господа. Сегодня, дорогие братья и сестры, Большой Дунный Десятый Праздник, Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Мы все с вами в нашей земной жизни радуемся о том, когда на свет проявляется новый человек, новый младенец, мальчик или девочка. И это является особой субботной радостью семьи, его близких и родных, где этот младенец появляется. Но какова же должна была наша радость, когда мы сегодня вспоминаем день рождения самой Пресвятой Владычицы и Богородицы, день рождения которого на протяжении тысячелетий ждали народы, ждали пришествие в мир Христа. И вот это великое событие совершилось. Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести все из селений, из Тебе бы воссиял солнце правды, Христос Бог наш. Таковы слова мы с вами слышали в нынешнем тропаре Рождества Пресвятой Богородицы. И это воистину так, воссиял Христос, как я уже сказал, пришествие которого ждали многие-многие тысячелетия. И воплотился он на землю, и пришел через рождение от Преснодевы Марии. И мы также почитаем у него преславных родителей Иоаким и Анну, которые дали жизнь Пресвятой Владычице нашей Богородице. И своим образом жизни, своим смирением, своей молитвой, своим исполнением заповедей они достигли того, что мы с вами, когда их поминаем, мы поминаем их всегда за утренним и вечерним богослужением и говорим, святые и правильные, Бога Отец и Иоакима Анны, то есть те, через которых родился Господь наш Иисус Христос, родился Бог. Правильные и Иоакима Анны прожили долгую жизнь, но, к сожалению, у них не было детей, и они у них же самотарели в своем возрасте, имели престарелый возраст. И, конечно же, в израильском народе, где очень почиталось деда рождения, приветствовалось рождение семьи новых детей, и благополучно считалось та семья, у которой много детей, они были презираемы и приносили этот понос и уничижение на протяжение всей, можно сказать, своей жизни. И вот однажды, когда святой и правильный Иоаким пришел в храм для того, чтобы принести жертву, то первосвященник его укорил и, не принимая от него жертву, сказал, что, очевидно, он ведет неправильный образ жизни, что Господь не посылает ему детей. И вот после этого удалился в пустыню, молился, и когда он пришел, то святая и правильная Анна поняла его скорби, его печали, и они вместе усиленно молились, и вот Господь, несмотря на их преклонные лета, посетил их и даровал им дочь, и не просто дочь, а преснадьёю Марию, которая родила нашего Господа Иисуса Христа. И эта дочь, как они обещали, дали обет Богу, что она будет посвящена Богу, от своего рождения, и таким образом они ее воспитывали, и вот следующий богородичный праздник, в честь которого и освящен наш храм, праздник Ведения во Храм Пресвятой Богородицы, как раз и будет нам говорить о том, что по достижении совсем малолетнего возраста, всего и три года было, Пресвятая Дева уже была отдана на служение в Иерусалимский храм, когда мы отмечаем праздник Ведения во Храм Богородицы, и таким образом святые правилы Иоакима Анны исполнили тот обет, который они дали Богу. К сожалению, дорогие братья и сестры, сейчас ценности очень сильно поменялись во всем мире, и в нашей стране в частности, и рождение ребенка не является основной задачей, которую должна была бы ставить перед собой молодая семья, а все это дело откладывается на потом. И только потому, что ведут бесшабашный половой образ жизни, сначала живут друг с другом несколько лет, проверяют чувства, потом расходятся, потом опять и так далее, пятые, десятые, и к концу края тому нет. Вместо того, чтобы получить благословение от Сергея, вести семейный образ жизни и заводить детей, сначала заводят квартиру, затем дачу, затем машину, затем все это обставляется, и вот наступает момент к 40-45 годам, когда уже и рожать нет физической возможности, и нет той силы и молитвы, которые имели праведное имам, чтобы он помог родить им этих детей. К сожалению, это приводит к тому, что наша страна стремительно уменьшается, каждую минуту, по статистике, в нашей стране умирает пять человек, а рождается только три человека. То есть фактически два раза уменьшение нашего народа происходит за год. И это очень печальная картина. И, конечно же, она не будет улучшаться до тех пор, пока народ не поймет христианское призвание и предназначение брака, семьи, основным предназначением которого является рождение детей и радость увидеть своих чад-чадов, своих внуков. Эту молитву мы читаем при венчании бракосочетающихся, о том, чтобы они имели не только детей, но и внуков и радовались о своих внуках. Всегда русская семья раньше отличалась многочадью, всегда было много детей, минимум трое, а максимум был не ограничен и пять, и семь, и восемь, и десять. Сейчас, конечно, если у человека два ребенка, то это уже считается, как бы, они и великие подвижники веры и благочестия, но на самом деле это очень мало. Минимум в каждой православной семье хотя бы должно быть три ребенка, дабы воспроизвести весь наш род и сохранить все то наследие богатства, которое нам было оставлено от наших предков. И не ставить себе в угловую задачу, прежде всего, материального благосостояния, а вторая еще, как многие современные говорят, хотим пожить для себя. Что значит пожить для себя? Есть, пить, радоваться и веселиться, но всему этому наступает предел, и наступает оно очень быстро, не успеет оглянуться, как бы идет старость, а старость повстречать и не с кем, только с радостью и весельем, которые были в молодости, этого явно недостаточно, нужны дети и внуки, которые будут охранять твою старость, помогать тебе в старости, ну и в конце концов, тебя материально и духовно содержать и помогать тебе прожить твои престарелые годы. Поэтому, дорогие братья и сестры, учите своих близких, родных, молодожен, чтобы они как можно быстрее заводили детей, как можно больше рождали детей. Господь, если дает ребенка, то не переживайте, этот ребенок с голоду не умрет, он будет прокормлен, встанет на ноги, ибо Господь заботится обо всем, даже о птицах небесных, которые не жнут, не сеют, не пашут, но тем не менее ведут прекрасный образ жизни. Так неужели же о своем творении Господь не позаботится? И таких семей, где бы кого-либо прокормить, я думаю, в настоящее время уже нет и не будет. Было бы только желание воспитывать наших детей, рожать их как можно больше, чтобы наш русский народ хоть как-то окреп и как-то процвел, и чтобы преодолеть вот тот провал демографический, который случился и после Второй мировой войны, и после страшных 90-х годов, когда уже никто не думал ни о продолжении рода, а думали о том, чтобы как-то выжить и сохранить свою семью. Сегодняшний радостный день Рождества Пресвятой Богородицы я всем вам желаю милости от родившейся Владимицы Марии, дабы она благословила вас, ваши семьи, и наставила нас на футразум, дабы мы задумались о воспитании своих детей, внуков, и отдавали для этого все свои силы и все свои возможности. Аминь. Праздник! Дорогие братья и сестры, сегодня, несмотря на то, что среда, просто а у церкви день после, разрешается только укушение рыбы. Сохраняй вас, Господи! Сохраняйтесь! Спасибо за это! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...